А вот перед нами еще одна трехходовка советского композитора Льва Лошинского. Первый ход Ферзь Б1. Ну, я сознательно сразу показываю решение, потому что очень богатое содержание в этой задаче. В общем, угроза. Конь H5 шах, король бьет, король завлечен на линию батареи и двойным шахом белые мотают. Защищаясь от этой угрозы, черные ходят ладьей с тем, чтобы разблокировать поле Д4. Таких возможностей несколько у черных. Д5, Д6, Д7, С4, Б4, А4. Каждый раз разблокируя поле. Смотрим. Ладья. Д5. Я думаю, для многих решателей будет удивительный второй ход. Ладья идет на Д4. То есть на то поле, на котором только что стоял ладья. И только этот ход приводит к мату на третьем ходу. Почему? Потому что создается двойная угроза. Конь H5 мат, первая и вторая. Побить ладью. И черный не в состоянии защититься от двух угроз. Например, взял мат. Второй вариант. Ладья Д6. Белая ладья на этот ход играет. Ладья Д5. Как бы преследует ладью по пятам. И снова двойная угроза. Прежде всего конь H5, потому что фельд защитил пешку Е4. И вторая угроза слон Е5. От двойной угрозы опять черные защититься не могут. Третий вариант. Ладья Д7. Тут опять аналогия выручает. Белый играет ладья Д6. Ладья идет строго по пятам. Белая ладья за черной ладьей. Опять двойная угроза. Конь H5. И ладья F6. Потому что черная ладья перекрыла слона. И опять двойной угрозы. Черные не могут защититься. Тогда черные перестраиваются и начинают играть уже по четвертой горизонтали. Например, ладья А4 угрожает дать при случае шах. Ну, белый играет ладья А3. И грозит конь H5 мат. Единственная защита. Ладья бьет G3. FG мат. Ну, остальные два варианта похожи. На ладья B4 белый играет ладья B3. А на ладья C4 играет ладья C3. С тем, чтобы ладья не попала вниз. Таким образом, содержание, основное содержание этой задачи заключается в так называемом магните Лошинского. Вот это преследование белой ладьи и черной ладьи открыл великий советский композитор Лев Лошинский.